Почти 2400 рублей. Такой тариф на отопление у жителей Слободы-Никольска, недалеко от поселка Ганино. Для сравнения, чаще всего в платежках кировчан этот тариф не больше полутора тысяч рублей. Владельцы 350 квартир недоумевают, ведь раньше у них плата была почти в два раза ниже. О том, почему все изменилось и стоит ли ждать возвращения тарифа, узнала Елена Чехомова. Вот, доказательства налицо, говорит житель Слободы-Никольской Константин Кащеев. Он уверен, уже почти год тарифы для его дома за отопление и горячую воду сильно завышены. Больше 2000 рублей за гигакалорию платит многодетный отец. Для меня это недешево, потому что я знаю, что по городу тарифы подешевле. И рассчитывали на то, что здесь газовая котельная, которая, собственно говоря, автономная. По идее, любое автономное отопление, оно должно быть дешевле. Ну, как бы тут не получается. Вот она, практически во дворе. Новая газовая котельная. Ею в том числе и привлекали в Слободу-Никольскую дольщиков и покупателей строящихся квартир. Нам обещали низкий тариф, чуть ниже городского. И до 2015 года, до середины лета, у нас был тариф 1247 рублей за гигакалорию. То есть это средний такой хороший городской тариф. Но сейчас жители сотен квартир, десятка домов нового микрорайона считают себя обманутыми. Потому что тем летом тариф увеличили, причем сразу на тысячу рублей. Владельцы квартир уверяют, теперь даже за однокомнатную приходится платить по 5-6 тысяч в месяц. Считают, в основном из-за отопления и горячей воды. Платежи стали больше, говорят жители района, в том числе из-за того, что котельную сдали в аренду третьим лицам. То есть приходится содержать еще одну организацию. Текущий ремонт котельной на нас. Услуги организаций, обслуживающих эту котельную, тоже на нас. Газ, который спотребляет эта котельная, на нас. Зарплата работников отдельно службам и отдельно административно-управленческому персоналу. Это отдельно. Полмиллиона почти уходит у нас на зарплату административно-управленческому персоналу. Жильцы хотели проверить, действительно ли таковы затраты на котельную. Но данные им не предоставляют. Мол, коммерческая тайна. В свою очередь, региональная служба по тарифам повышение посчитала обоснованным. Объяснив его в том числе низкой, лишь на 10%, загруженностью котельной. Жильцы отвечают. Им обещали, вот пустят в районе садик. Затраты снизятся. Но этого не произошло. Жители района подозревают, что строительная компания, которая застраивала микрорайон, управляющая компания, которая сейчас обслуживает жителей, а также арендаторы котельной, это все очень тесно связанные между собой люди. Можно сказать, варятся в одном котле. Только доказать это жители района не могут. Но может это антимонопольная служба, уверяет юрист Ян Чеботарев. По его словам, даже если тариф утвержден, его можно проверить и вполне возможно изменить. Фактически, это управляющая компания, эти владельцы котельной, они же являются монополистами. Там же нет двух котельных, правда? Соответственно, они не свободны в выборе своих цен. Антимонопольная служба запросто весьма удачная, она с этим справляется, с этой обязанностью. Может проверить вопросы ценообразования, вынести свое решение. Как правило, антимонопольщики стоят всегда на страже интересов простых граждан. По итогам своей проверки, ведомство может дать предписание региональной службе по тарифам, пересмотреть свои расчеты. Но даже если не дадут предписание, жители могут попытаться изменить тариф, обратившись в районный суд. Елена Чехомова, Антон Мамаев, Александр Брызгалов. Бюро новостей Давича.